Да ладно, они тоже тут есть? О нет, только не ты. Всем приятных комариков, с тобой снова твой князь Тьмы, а то бишь Павел Князич, который вновь проникает в тёмные дыры этой вселенной. Все устали ждать DLC дополнения ко второй части Кошмаров, поэтому начали уже ждать третью часть. И до сих пор многие гадают, будет ли продолжение Little Nightmares. И в самом деле, ядритую налево, много не досказано и не рассказано. А ведь в этой игре есть много нераскрытого. Нераскрыто множество персонажей, хотя разработчики сами вроде так хотят, чтобы мы искали суть вещей, постигали чревный дзен и нашли все ответы с помощью нашего шестого чувства. Да, к сожалению, так оно и есть. И уже не раз говорю о том, что история комариков рассказана без слов, но только в игре, в комиксах уже есть повествование и даже диалоги. Поэтому, если хочешь какого-то словесного пояснения, тебе в комиксы. Ссылка в описании. Ну, а так что там с продолжением? Будет ли дополнение и что там будет? Я уже не говорю о третьей части. Было бы неплохо со стороны разработчиков иметь целую трилогию. Да и мы уже все с нетерпением ждем ее. Но пока нам бы хоть что-нибудь узнать. Что же будет дальше? Несмотря на то, что пока мы ни хрена не знаем, есть предпосылки, указывающие на продолжение. И я позволю себе наглость высказать предположение о том, что возможно будет дальше. Некоторые моменты были выразены в главе. И хотел бы я себя разоблачить. И, во-первых, это не выразенная глава, а недоработанная. Ладно, будем уж ее так называть. И на это как раз намекает сцена похищения на крыше. Когда неожиданно появляется Тощий и крадет нашу подругу Шестую. Когда все мы с вами знаем, что, оказывается, Тощий похищает Шестую. Внутри здания, когда Мона прячется под кровать, а Шестая не успевает. Ну, считай, что вот это канон, а то, что на крыше, не канон. Просто это когда-то планировалось сделать, но разработчики решили иначе. Ну и, в принципе, я их выбор поддерживаю. Лучше уж создать интригу, чем сделать простое банальное похищение на крыше. Ну, я отвлекся. Это было во-первых. А во-вторых, там нет новых персонажей, которых я разбирал в предыдущих видео. Но есть отсылки на них. И это в лишний раз доказывает, что такого увольня, как я, слушать не стоит. Но, тем не менее, я тоже имею право на свои теории. Ну, а сейчас давай обойдёмся без них. И что же это за отсылки на персонажей? В недоработанном уровне есть призрак, который был в комиксах. Но вот для сравнения ядрить налево. Призрак. Вот он. Бегающий полотенчик размером с Мона и Шестую. То есть это та самая моделька призрака. А кто тогда этот? Почему он такой мелкий? Дамы и господа, представляю вам Нома. Да, это Ном. В файлах игры он так и называется. Точнее, комната, где он находится. И жаль, что эту отсылочку мы не увидели в игре. Хотя, как таковых Номов тут тоже нет. А вообще, что это Ном догадаться несложно. Хотя бы по его ногам. Может быть, мне только одному так кажется, но его тонкий ножка выдаёт. Ну, если бы не название комнаты, в файлах я бы не догадался. Второй перс — это девочка с волосами. Уж сильно она похожа на ту, что с портрета. И кто это? Может, это леди или дочь леди? Что её портрет делает на чреве? А может, это не её портрет? Вскрываем девку и смотрим. Сикс. Сикс с длинными волосами. Это один из вариантов шестой. То есть девчуха немного заросла. Хотя, может быть, та, которая находится на портретах, и есть шестая. Ну ладно, хрен с этими теориями. Обращаемся к фактам. И теперь мы точно знаем — это шестая. Тут также сцена знакомства с Мона повторяется. И та жрущая девочка из холодильника — тоже моделька шестой. Вот ядрить-то налево, как же всё теперь сходится? Узнаю старину шестую. Вы постоянно всё время жрёте! Вы всё время жрёте! Всё время жрёте и жрёте! И за вас уже гречка стоит 70 рублей килограмм! Ну благо, теперь можно забыть всякие безумные теории. Но всё же, а есть ли другие персонажи? Есть, и не один. К игре есть арт персов, про которых тоже есть истории в комиксах. И вот их модельки тоже имеются. Толстячок, девочка с косичками, темнокор... Представитель африканского континента. Последнего можно заметить в комиксах про Мона. И там, скорее, была показана одна из первых встреч с Тощим. Какая судьба была у нашего афроамериканского друга, неизвестно. О нём пока ничего вообще неизвестно. И откуда мне знать, что это не очередной обман? Может, этот пацанёнок вообще здесь просто так находится, мимо проходил. Но, тем не менее, немного даже приятно видеть этих детишек. Возможно, их история раскроется в дополнении. А в первой части кста так и было. Нам раскрыли неизвестного перса, плюс новый монстр в роли бабули. И если Клитл Найтмерс 2 будет DLC, то вряд ли там и будут использовать только старых монстров, которых мы уже знаем. Будут ли новые монстры сейчас? Вполне. В Литл Найтмерс полно монстров, которых можно и раскрыть в следующих частях. На некоторых даже были отсылки. Например, парикмахер. Его портрет был в школе, намекающий на его обучение здесь. Ну и, видимо, потом он вырос и решил открыть свою цирюльню, в которой, судя по всему, буквально стриг детей. И поэтому, почему бы ему не стать монстром в следующей DLC? Ведь разработчики не просто так его вставили. Или его хотят использовать для третьей части, если она вообще будет. А может быть появится следующий выпуск комиксов. И парикмахера мы уже увидим там. Но вообще неплохо было бы посетить его парикмахерскую именно в следующем дополнении. Ланч Леди. Вот на неё намёков никаких нет в виде портретов, или же других подобных отсылок. Она перед нами предстаёт воплоти. Ну, немного не в том состоянии. Может, разрабы воскресят повариху, и она же будет гонять нас по школьной столовой. Я, честно говоря, не против. Перевозчик. Его бы я поставил в конце, ибо персонаж не особо-то агрессивный, и вряд ли что-то имеет против детей. Он просто выполняет свою работу, и отвозит их на чрево. Видимо, он их даже не пытается ловить. Детки ему доверяют, как своему родному. Ну, наверное, либо у них слишком плохие родители, или вовсе их нет. Потому что им никто не сказал, что не нужно доверять незнакомцам, какими бы они добродушными не были. Несомненно, лодочник очень интересный персонаж. Один из самых хитрых монстров. Но как основного его монстром сделать, не думаю, что из этого получится что-то хорошее. А нам же нравится с горящим пуканом убегать от здоровых амбалов. Но я бы не отказался от его камео. Такого загадочного камео в конце. Когда мы прошли огонь, воду и медные трубы, и вот мы встречаем его. Устрашающего, и в то же время вызывающего доверие. Ведь он может увезти нас отсюда. Но через него мы попадем в место ничуть не лучше. Как говорится, из огня до вполыми. А будет ли продолжение? Поклонники устроили бунт в Твиттере и спросили Тарасов, что ж там с продолжением? Официального заявления пока нет. Но они, как и свойственное разработчикам Little Nightmares, намекнули, что еще не закончили работу. Хотя новость о том, что они займутся другими проектами, многих это немного покоробило. Но ответ на будет ли ДЛС или какое-нибудь еще продолжение, мы получаем ООО. Так ты думаешь так? Ну, вы же переключились. А мы переключились? Интересно. Ну что-то типа того. Ну, если дословно переводить, то приготовьтесь к следующим месяцам. То есть, что это было? Они же не будут просто так интриговать. То есть, дополнение будет. Ну, конечно же, никто из разработчиков об этом не утверждал. Ну что это были за намеки? Ну, это, наверное, так же и будут отвечать про третью часть, если она вообще будет планироваться. Но нам пока нужно потерпеть. И не задавать глупых вопросов по поводу продолжения, а-ля А шестая и Мона поженятся? О, корный бабай, кто-нибудь успокоит этих людей? Ну да, конечно. И будут они жить долго и счастливо, а потом кинцо посмотрят. БЛЕСТЯЩЕ! Какие у тебя мысли по поводу продолжения Литл Найтмерс? Будет ли оно вообще? И что бы ты хотел в нем увидеть? Напиши об этом в комментариях. Ну и не забывай подписываться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князича во Вконтакте тоже подписывайся, ссылка в описании. Поставь лайк этому видео, поделись ему себя на странице и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем пока, до свидос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова